добрый день мои хорошие вы на канале светлана лосева и это канал о вязании и вот сегодня я хочу вам предложить связать джемпер знаете таким самым самым простым и несложным узором выполненном в технике клокке у него такие знаете чередование горизонтальных полосочек одна из которых одна из полосочек которых имеет такой рельефный пышный вид скажем так до выпуклый вид вот вяжется совсем просто совсем просто поэтому этот джемпер будет под силам связать начинающим вязальщицам это свободный крой как вы видите у нас идет свободный крой спущенный рукав очень оригинально выполнена у нас вырез горловины видите да то есть полотно поднимается вверх тем же самым узором вот я вам сейчас показываю приближаю смотрите видите да то есть плавненько наш узор поднимается в область шеи да то есть такая высокая получается планочка в виде планочки такой высокой здесь плечики уже закрыты будут а само полотно еще какое-то время продолжится вверх подниматься поэтому вот этот момент нужно очень четко понимать девочки во первых чтобы голова пролезла здесь вот до какой степени сужать вот это вот область выреза горловины это очень нужно продумать это одна из ключевых моментов вязания этой модели вот я вам приблизил узор то есть это лицевая гладь и на фоне лицевой глади у нас такие выпуклые горизонтальные дорожки идут вот очень интересно быстро вяжется этот узор мне понравилась модель оригинальная простая молодежная такая знаете даже нет неправильно я сказала современная современный вид имеет очень-очень современно так выглядит симпатичная моделька ее можно вот видите в молочном цвете в белом связать будет нарядно так выглядеть эффектно скажем так такой стильный образ в общем модный джемпер свяжется совсем просто и подходит для начинающих вязальщиц в белом цвете в любом цвете который вам нравится выбирается девочки сегодня я покажу вам узор вот этот здесь конечно машинная вязка вы видите да очень тонкая ниточка берется это все фабричное изделие но мы будем сегодня вязать этот узор спицами из более толстой пряжи конечно это будет немножко по-другому смотреться но суть в общем-то вязание вот именно такая которая сегодня я покажу в своем видео проекте когда мы будем взять образец узора очень эффектная модель и так давайте сейчас приступим к выбору пряжи дорогие рукодельницы я очень рада что вы зашли на мой канал если вы впервые на моем канале не пожалуйста не забудьте подписаться на моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком и будет еще больше будет узнавать о новинках моего канала сразу же не забудьте поставить лайк под видео это поднятый вверх пальчик ваши лайки повышают рейтинг видео и это не пустые слова и к тому же так видео попадает вашу папочку понравившихся и так мои хорошие сейчас я показываю вам узор которым будем сегодня вязать так называемую это с эффектом клокке и у нас с вами используется пряжа турецкого производства называется бомбина люкс волк фирма и трофил по лицензии италии и в общем-то в 50 грамм 160 метров составе 60 процентов шерсть мериноса и 40 процентов акрил шикарная пряжа шикарная очень мягкая нежная слегка пушится совершенно не колется вот таким образом смотрится наш сами узор то есть он у нас рельефный я пыталась девочки два варианта построить в начале я делала в самом начале нашего образца вы видите у меня более часто идут вот эти рельефные пару полосочки горизонтальные то есть я делала промежуток между вот этими рельефными полосками всего два ряда 2 лицевых ряда лицевой гладью вот а затем в дальнейшем я сделала 4 ряда лицевой глади и поэтому получилось больше промежуток между рельефными дорожками это на любителя решайте сами как вам удобнее как альтернатива могу посоветовать вот такую российского производства пряжи называется белорусская это серия белорусская серия классик фабрики context 300 метров у нас в 100 грамм и это полушерсть акрил 50 процентов шерсть 50 это пряжа абсолютно идентична той которую я вязала образец вот я вам показываю видите да у них одинаковая совершенно одинаковая толщина похожий метраж она пушится и такая же мягкая хорошие в носке имейте это в виду только вот этот вариант на много дешевле чем турецкий вот этот вариант дальше это же фабрики могу вам вот такой цвет еще посоветовать здесь вот видите какой колор 717 этот цвет если брать если вы светленький захотите да если кому интересно этот цвет у нас идет 703 13 вот таким образом у нас с вами выглядит выкройка модели то есть очень просто вяжется перед спинка абсолютно одинаково вяжется у нас будет самые сложные моменты это сформировать скос плеча и скос по рукаву вот и все а так все вяжется по прямой простым узором да здесь вот вырез горловины я тоже по прямой сделала хотя здесь можно предусмотреть какие-то убавки но я не считаю что это будет красиво смотреться на мой взгляд вот здесь можно такой плавный кстати переход сделать но я не думаю что это тоже как-то закруглит вот это закруглить немножко можно здесь вот у меня сегодня будет именно как на схеме нарисовано здесь на выкройке описание но вы сможете девочки под моделировать под свой вкус да как как вы видите эту модель все размеры я сегодня озвучу в расчетной части а сейчас я вам показываю как выглядит наше описание которое выкладываю под видео здесь инструкция по вязанию она вот такая небольшая потому что модель простая в общем то начинаем все с нижней планки связаны резинкой один на один да и потом продолжаем по узору вяжем узор видите перед вязать как спинку по рукавчику тоже подробно описываю вам как скос сделать сегодня расчетная часть даже покажу как его считать обычно как я обычно это делаю и так же вот здесь подробно описала как закрыть последовательно петли по вырезу ой по вырезу по скосу плеча то же самое так ну и давайте сейчас приступим к вязанию узора так девочки будем сейчас сами вязать вот такой узор 31 петля у меня набрана для образца раппорт узора составляет всего 8 рядов в высоту и 2 петли в ширину вот такой вот он простой давайте я показываю вам первый ряд 1 кромочную снимаем и вяжем раппорт узора лицевая делаем вот такой накид петлю снимаем не провязывая нить перед работой вот так опять 2 раппорт пошел лицевая накидываем нить нить перед работой петлю снимаем не провязывая снова лицевая нить перед работой петлю снимаем не провязывая вяжем первый ряд таким образом до конца заканчиваем 1 петлю для симметрии это лицевая петля кромочная изнаночная и переворачиваем на второй ряд во втором ряду вяжем кромочную сняли 1 петля идет изнаночная это была петля для симметрии начинаем раппорт узора петлю снимаем не провязывая нить за работой остается изнаночная снова петлю снимаем не провязывая нить за работой изнаночная петлю снимаем не провязывая изнаночная снимаем изнаночная снимаем изнаночная снимали изнаночная снимали изнаночная вяжем до конца ряда изнаночная заканчиваем кромочная изнаночная переворачиваем на лицевую сторону третий ряд у нас точно такой же как первый то есть мы вяжем кромочную сняли 1 петля лицевая петлю снимаем не провязывая нить перед работой снова лицевая петлю снимаем не провязывая нить перед работой вяжем таким образом до конца ряда петлю снимаем нить перед работой лицевая петлю снимаем нить перед работой лицевая и вот за счет этого у нас получается такая рельефная горизонтальная полоса так называемый эффект клапки опять заканчиваем все 1 лицевой кромочная изнаночная так переворачиваем четвертый ряд вяжем так так также как 2 абсолютно также девочки то есть 1 у нас было вот это для симметрии мы и вяжем изнаночные начинается раппорт узора просто петлю снимаем не провязывая изнаночная петлю снимаем не провязывая нить за работой изнаночная петлю снимаем не провязывая нить за работой изнаночная и так вяжем до конца этого четвертого ряда продолжаем и вот посмотрите видите у нас что получается у нас получается с вами вот такая вот рельефная выступающая горизонтальная полоса и сейчас начинаем вязать пятый ряд смотрите девочки сейчас у нас будут 4 ряда лицевой глади 5 ряд все петли лицевые я вижу бабушкина способом за заднюю стенку лицевой все петли до конца ряда вяжем лицевыми связали с вами до конца ряда написали переворачиваем и у нас с вами сейчас шестой ряд мы вяжем с вами все петли изнаночные все петли изнаночные девочки 7 8 ряд это тоже самое у нас получится как мы вязали сейчас с вами 5 из и 6 ряд то есть одно и это лицевые это седьмой ряд это лицевые петли 8 ряд это изнаночные петли и затем у нас с вами идет повтор раппорта снова с первого ряда то есть начинается опять вот это вот рельефная полоса выступающая вот такой простой в принципе очень элементарный узор и так сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца вот и мы посчитаем с вами плотность вязания так делаем горячим парам с вами обработку вас отдали наш образец и давайте его потянем по вертикали потянем не слишком то он и тянется о горизонтали потянем так влажный податливый очень хорошо поддается обработки влажный пластичный такой страну еще разочек потянем так ну и пусть сохнет и наша задача сейчас измерить плотность и мы берем простую линеечку простую простую кромочная нас тоже участвует раппорте поэтому узоре мы с вами прикладываем линейку и измеряем так у меня 13 с половиной сантиметров получается образец чуть-чуть он не дотягивает до 14 сантиметров в образце участвует 31 петля мы разделим на 13 с половиной получается две целых три десятых плотность в одном сантиметре две целых три десятых петли умещается это надо запомнить или записать теперь по вертикали и так также укладываем наш образец берем наш линеечку и прикладываем эту линеечку измеряем по вертикали 12 сантиметров и надо посчитать сколько получается здесь у нас рядов моем образце 36 рядов и надо разделить на 12 сантиметров ровно три то есть по вертикали у нас получилась плотность в одном сантиметре умещается три ряда и так с этими цифрами мы отправимся с вами в расчетную часть чтобы сделать расчеты на разные размеры так девочки вот такую выкройку я подобрала для нашей модели у нас здесь будет вязаться вот такой высокий воротничок город и в общем то давайте все по порядку давайте по порядку мы будем сегодня делать с вами описание для размера 42 44 до российский размер и 46 48 то есть пишу 42 44 46 48 мы будем использовать с вами ширину спинки и переда одинаковые абсолютно для первого размера 50 сантиметров для второго 55 сантиметров и в петельном эквиваленте это получается 115 и 125 петель я считала следующим образом ширину 50 умножить на плотность который мы своим только что считали 2,3 плотность по горизонтали и получаем с вами 115 петель для 2 размера 55 умножить на 2 и 3 это будет 125 петель я сделала девочки 125 так и у нас с вами раппорт узора составляет всего две петли в ширину да поэтому здесь очень легко посчитать давайте 115 разделим на 2 вот вот такое число получается нам надо с вами взять 56 рапортов 56 умножить на 2 это будет 112 петель 1 петля у нас идет для симметрии крайне левая когда мы вязали помните да в узоре и 2 кромочные получается сумме 115 петель то есть 56 рапортов по 2 петли будете вязать второй размер где у нас 125 надо также поделить на 2 это число петель в рапорте мы будем делать 61 рапорт 61 умножить на 2 то есть это 122 петли плюс также одна петля для симметрии плюс 2 кромочные вот получаем получается 125 петель то есть вы поняли как это легко в принципе добиться вот этого распределения узоров вы можете увеличить девочки на больше размер если вам потребуется на любое количество то есть вот к этому числу прибавляете еще один рапорт плюс 2 до еще один плюс 4 то есть нужное количество петель вы прибавляете и у вас полотно становится чуть чуть шире да понятно так значит длину изделия я задаю первый размер 62 61 сантиметр это общая длина по низу у нас идет высокая планка 8 сантиметров в высоту и мы вяжем ее резинкой один на один и затем переходим на наш узор вот и как петли распределять я только что озвучила у нас с вами будет вязаться скос плеча на высоту 3 сантиметров составляет этот скос как эти петельки по плечу аккуратно и правильно за закрыть какой последствий я описываю в текстовом описании под видео здесь я этого касаться сейчас не стану это несложно сделать там подробно я рассказываю вот а петли выреза горловины мы будем продолжать вязать узором до на еще высоту приблизительно девочки 45 сантиметров по вашему желанию вот эту высоту нашего воротничка высокого на на ширину ширину тоже очень внимательно отнеситесь к ширину к ширине выреза то есть он будет регулировать вашим вот это вот прилегание к шее до области шеи то есть чем шире тем свободнее чем уже тем прилегание будет значительное так что имейте пожалуйста это в виду высота проймы у меня составит 20 22 сантиметра зависит от размера вот и в общем то имейте тоже в виду что она влияет на ширину рукава такая же у нас идет самая широкая часть рукава 20 22 сантиметра половичный размер умножаем эти числа на 2 получается ширина рукава самой широкой части я сразу перехожу к рукаву потому что здесь для планки набирать будем 44 46 петель также на высоту 8 сантиметров вяжем резинкой один на один планку и затем переходим к узору но для узора будем использовать семьдесят пять и семьдесят семь петель это от нашего размера зависит то есть последнем изнаночном ряду планки надо будет равномерно прибавить тридцать одну петлю вот к этим числам которые у нас были и начинаем с вами узор также на семидесяти пяти семидесяти семи петлях здесь также смотрите 75 делим на 2 сколько рапортов 75 делим на 2 у нас получается надо 36 рапортов девочки 36 умножаем на 2 число петель в раппорте это 72 до плюс у нас идет одна петля для симметрии и две кромочные получается семьдесят пять петель понимаете и второй размер на один рапорт больше получается вот таким образом нас распределились петли изначально и мы начали вязать узор здесь опять-таки нужно будет формировать небольшой скос для первого размера в моем случае получилось 8 петель надо прибавить равномерно с каждой стороны рукава то есть два скоса для второго размера 12 петель надо прибавить и самое большое количество петель будет у нас сам последнем ряду это девяносто одна петля первый размер сто одна петля второй размер считала также то 40 умножить на плотность по горизонтали две целых три десятых и получаем количество петель 91 и 101 понятно теперь как скос я считала как сделать вот эти прибавки равномерно всегда возникает вот такой вопрос у вязальщиц у неопытных смотрите очень тщательно подойдите опять-таки к моменту измерения высоты рукава вот это вот величина должна быть очень индивидуальная поскольку у нас с вами разный рост да и в общем то разные желания кто-то хочет чтобы рукавчик был не слишком как бы вот планка заходила сюда да на область запястья вот поэтому имейте ввиду что это тоже очень момент такой щекотливый тщательно пожалуйста измерьте свою предпочтительную длину рукава моем случае это 46 сантиметров вместе с планкой вот и если вы посмотрите на оригинал модели здесь идет вот такой наплыв до полотна после нашего манжеты идет такой наплыв полотна то есть еще и так модно сейчас носить широкая такая часть получается на этот наплыв тоже надо предусмотреть значит сколько-то 45 сантиметров увеличение длины рукава но это опять таки на любителя зависит кто так любит тот делает кто не любит так не делает нас интересует сейчас длина скоса от планки до окончания рукава у меня 38 сантиметров эту величину я должна умножить на плотность по горизонтали моем случае расчет показал в одном сантиметре это три ряда то есть 38 умножить на 3 будет 114 рядов 114 рядов давайте посчитаем 38 умножить на 3 114 рядов и вот на величину этих 114 рядов нам надо 8 петь для первого размера прибавить на моста 14 делим на 8 получается число 14 то есть у нас будет прибавки в каждом четырнадцатом ряду понятно тоже также я считал для второго размера у меня получилось в чередовать будем в каждом девятом и десятом ряду если мы возьмем 114 и разделим на 12 петель которые надо прибавить для второго размера то получится число девять с половиной поэтому вот на эти не 9 не 10 и в таких случаях рекомендуют вот именно такое чередование пи первую прибавку делайте в девятом ряду следующая прибавку в десятом опять в девятом в десятом и так 12 раз у вас будет 12 петель прибавляться понимаете то есть вы по вот сейчас по моей вот этой озвученной методики легко сможете сделать пересчет на свою нужную вам длину то есть длину скоса в рядах вы делите на то количество петель которого необходимо будет прибавить вот и все есть это число у вас будет именно тот самый ряд в котором надо постоянно делать прибавки но в принципе вот такое незамысловатое объяснение ничего здесь нет такого сложного до узор тоже простой девочки можно его смело рекомендовать для вязания девочкам начинающим у нас ведь спущенный рукав самое сложное во всем этом вязании сделать скос плеча и скос рукава в расчетной части особенно да и все поэтому здесь ничего больше в принципе сложного да и нет все вяжется по прямой мы не повязываем окат рукава что обычно возникает проблемы о начинающих да поэтому я рекомендую эту модель для девочек которые хотят связать первое свое плечевое изделие и узор очень простой и так мой хороший до новых встреч я желаю вам удачи